Эта современная школа на 300 ученических мест пустует уже третий год. Дело в том, что построили ее на землях отгонного животноводства. Вопрос о проработке возможных юридических механизмов для ввода в эксплуатацию учебного заведения поступил на прямую линию Владимира Путина. Об этом сообщило региональное отделение ОНФ. С выездом на место специалисты объект осмотрели и дали оценку его пригодности. Главная сегодня наша задача, значит, дать возможность детям учиться в новой школе. Здесь прекрасные спортивные залы, столовые и так далее. Условия совершенно другие, условия совершенно другие. Поэтому нам желательно все, что мы видели недостатки, искоронить их. Еще раз те, кто строили, значит, поработать им и дать возможность, хотя бы в первом сентябре 2021 года, дать возможность нашим детям именно учиться в этой школе. Трещины, потеки и некоторые дефекты действительно есть. Но это неизбежно, когда строительный объект простаивает, а температурный режим не соблюдается. Но в подрядной организации уверяют, что с приходом тепла отделочные работы начнутся. И к новому учебному году здесь пройдет линейка для сельских школьников. Все они решаются и будут решаться без дополнительных затрат в рамках гарантийных обязательств генерального подрядчика. Надо отметить, что не все замечания связаны с некачественной работой. А есть вопросы с тем, что сами проекты по мере их строительства где-то устаревают. То есть начата школа в 2014 году, завершена в 2018, проект был разработан еще ранее. Поэтому иной раз приходится некоторые вопросы решать уже, как говорится, вне обязательств даже подрядчика. Ему приходится доделывать что-то, доукомплектовывать по текущим нормам, которые изменились. А пока учащиеся теснятся в этом здании из самана, глины и соломы. Здесь библиотека совмещена со столовой, физкультура проводится на улице, а маленькие кабинеты не вмещают всех учеников в классе. Восьмой класс, 20 учащихся. Не помещается, ни одного кабинета нет, где 20 учащихся помещаются. Поэтому приходится придумывать дополнительные стулья, партии, вот таким образом пока занимаемся. Библиотека, читальный зал, столовая. В связи с тем, что помещений не хватает, приходится вот таким образом организовать горячее питание. Первый, четвертый класс, 116 детей. Вот 116 детей принимают здесь еще. После звонка школьники идут на перемены и в санузлы, мерзнуть на улицу. Я хочу новую школу, чтобы на улице не играли в футбол, чтобы там с пацанами в школе играли в футбол и тренировались. Я хочу новую школу, чтобы там была комната для девочек. Здесь комната для девочек на улице. Я хочу новую школу, потому что там есть спортзал, большие классы и кабинеты. И там интерактивная доска. Мы хотим новую школу! Местные жители искренне верят, что совместными усилиями всех органов власти дети уже со следующего учебного года будут получать знания в условиях, отвечающих всем современным требованиям.